ладно всем привет это эмфасис я андрей скалорс продолжаем наши разговоры про production сегодня тема ну слушайте закат которую на самом деле давно надо было сделать в какой-то мере она уже была короче началось все с того что кто-то на канале в одном из комментариев назвал меня скуфом меня скуфом назвал я такой чё а потом подумал ну блин а чё скупы делают а скупы они же вроде ковыряются там своих не знаю там машинах гаражах ну а скупы продюсеры они ковыряются в риппере да значит поэтому я решил тоже поковыряться в риппере и убил на это целые парочку недель и вот собственно говоря теперь хочу вам рассказать что у меня получилось я нифига не новичок в риппере сразу хочу сказать то есть я риппер пытался использовать написал в нем даже два трека причем эти два трека вполне себе вышли на лейблах один из них на виниле вышел другой тоже в целом был вполне успешным популярный но я на него забил то есть я но это было не знаю лет десять назад то есть риппер тогда был ну уже популярен да скажем так типов в профессиональной продюсерской тусовки но как бы он был далек от того что сейчас то есть я на нем посидел убил на его изучение какое-то время написал несколько треков и забил потому что просто понял что мне ну слишком этого многого не надо то есть я проанализировал все свои потребности даты как продюсер и понял что ну вот все что мне дает ну большинство в большинство времени занимаясь тем что я его сижу блять настраиваю а мне нужно музыку писать вот поэтому я с него ушел и ну собственно говоря пошел на другие любые секвенсор и вот если просто я вам сейчас покажу да в данный момент у меня вот эта моя коллекция секвенсоров это все давки которым не остановленная комп как видите здесь есть и битвик и и ботаны logic и фл даже кубейс это все купленные лицензионные давки ну не все из них последних версий да например studio one 5 кубейс по 12 но вот например мейнстримовые давки все есть то есть я на рипер пошел не ну скажем так для науки для того чтобы просто посмотреть что там что там сейчас как он вообще сейчас развился во что он сейчас превратился скорее для этого я не могу сказать что я прям перехожу на рипер сто процентов то есть я до сих пор считаю что они не совсем правильный концепт используют то есть они все-таки продолжают добавлять кучу новых фишек и никак не могут допилить базовый функционал то есть но окей ладно я не буду это обсуждать я захотел настроить рипер убил на это целых две недели практически что я хотел сделать да то есть первую очередь я хотел сделать из него ну не то чтобы некий аналог эйблтона но я хотел чтобы мои привычки workflow да то есть они на него тоже перенеслись то есть я много лет работал в эйблтоне в лоджике то есть я привык к относительно минималистичному интерфейсу сразу говорю я терпеть не могу вот все вот эти перегруженные конфиги где миллиард каких-то кнопок тулбаров это все не для меня то есть я вообще в упор не понимаю на кой черт нужно вот миллион плагинов выносить вот сюда в этот тулбар да то есть или просто кучу каких-то абсолютно кнопок которых ты пользуешься раз в месяц сюда выносить вообще не не считаю что это надо то есть для меня идеал интерфейса вот плоский эйблтон где как можно меньше всего относительно да то есть относительно мало и ну функции они как бы все на месте но не перегружены вот поэтому я пытался сделать некий аналог эйблтона и отсюда выходит сразу дисклеймер для многих тем тех кто захочет например тоже вкатываться в рипер ну и вообще как-то на хайп трейн да то есть рипера попытаться залезть и ни в коем случае не советую вам использовать рипер как первую давку то есть если вы например только начинаете музыку писать относительно недавно это делаете ни в коем случае ни за что никогда вообще в принципе не используйте рипер как первый свой секвенсор то есть обязательно возьмите какой-нибудь дефолтный эйблтон либо фрути loops любой по вашему выбору попишите на нем какое-то время музыку обретите какие-то свои привычки свой workflow и через какое-то время можно будет уже типа вот ну на рипе переходить то есть главное короче что нужно любому кто хочет с рипером хоть как-то взаимодействовать адекватное на нем хорошо писать это знать что ему надо короче то есть если вы не знаете что вам надо да то есть если вы не знаете ну вот на вас нету привычек каких-то продюсерских своих вас нету понимания базовых вещей да то есть что нужно для того чтобы музыку писать то есть чтобы музыку писать не нужно настраивать настраивать по сто лет да то есть вот эти кастом экшена никакие ничего этого не надо то есть нужно просто знать базовые вещи если вы этого не знаете если у этого вас нет никакого на хер рипера пожалуйста ни в коем случае потому что это будет просто абсолютно неэффективная сране это будет перегружена пригружен интерфейс это будет вечно его настройка по 4 года по 10 лет это будет бесконечная стройка то есть ну нет не будет короче музыка там не будет писаться вообще это ловушка рипера ловушка джокера вот поэтому да это маленький такой дисклеймер для тех кто все-таки за ну захочет на рипер перескочить вот ну и в принципе плюс ты да вот какие дайте сразу вот про плюсы зачем вообще на рипер переезжать то есть еще раз вот моя коллекция давок то есть я тут что хочу то и выбираю то есть мне и был там вполне устраивает на хрена мне вообще на рипер переезжать по большей части я хочу наверное все таки если не переехать то использовать рипер периодически потому что мне просто комп ну у меня мало оперативки у меня в компе mac mini m1 первого поколения 8 гигов оперативки всего лишь то есть но время идет и чё-то программа не хило так разрослись по использованию оперативки то есть например тот же самый и ботан используют гигабайт почти битвик использует 2 гигабайта рипер в этом плане ну очень такой лайтовый ну я им и вот я называл только что там гигабайт или 2 это для пустых проектов то есть естественно большие проекты это жесть вот то есть общая производительность и но меньше потребление ресурсов это крайне важно для меня сейчас то есть пока я не планирую апгрейдить свой комп и ни хрена не хочу всю оперативку убивать ну там просто на пустой проект вот это абсолютный бред ну и некоторые фишечки дось которые мне понравились и самое главное это шикарная комьюнити шикарная коми все что в рипере я устанавливал от чего кайфовал от чего просто у меня иногда челюсть отвалилась все было бесплатно все обновляется все практически не знают разжеванно показано как установить как использовать комьюнити ну ни у кого такого нет реально чуваки прям ну блин максимально душевные максимально ну короче очень приятно находиться то есть в этом комьюнити очень приятно читать то есть него ни у кого такого нет то есть комьюнити фрукти лупса это школа то ну ладно давайте без ну это обобщение естественно грубо комьюнити эйблтона это просто продюсеры которым насрать на обучение других до комьюнити кубейс это каким душнори лютые вот ну а в рипер почему-то они вот душевные вот хз так почему так получается в общем комьюнити очень душевно ну и все бесплатно вообще я даже рипер я ну как видите я даже пока не купила вот то есть ну я не знаю и вообще буду его покупать только ну куплю скорее всего там копеечного стоит вот ладно все это был длинный разговор половина из этого скорее всего вырежу потом в видео это просто для контекста того чтобы вы понимали на кой черт и сюда вообще полез то две недели это очень быстро я до этого еще раз говорю 10 лет назад настраивал во два месяца поэтому ну и я знаю я пишу музыку 20 лет я знаю что мне надо поэтому как бы относительно быстро управился вот ну ладно давайте посмотрим что вообще ну типа я настраивал да то есть что я могу порекомендовать это еще раз видео больше адресовано для тех кто сомневается не имеет особого опыта в настройке рипера да то есть я вот покажу просто что мне удалось узнать если вы гуру рипера в днем же сидите 10 лет вы ничего нового не узнаете скорее всего может еще и меня научите то есть ну я тут не претендую абсолютно есть несколько вещей которые обязательны к установке вместе с рипером то есть рипер ну естественно вы его качайте с официального сайта да то есть рипер . fm он для винды для мака есть для linux а то есть тут вообще максимально разгуляйство что хочешь что ну и то и качаешь но он как он не полный и он не полный чтобы он был полный обязательно нужно скачать минимум два расширения это svs extension то есть это расширение различных его функций да то есть вот ну тут у рипера миллиард функции то есть вот этих всех кастом экшен просто экшен и большинство крутых функций есть именно в расширении sws то есть без этого вообще невозможно использовать рипер ну в как-то более-менее адекватно его обязательно надо качать еще раз это все бесплатно то есть просто идете на сайт этого swx extension и качаете он под маг под windows под linux все как надо под армарки то есть если вы на м1 сидите единственное что ну те кто на маках и на последних версиях сидит надо обязательно когда будете устанавливать этот sws extension типа разрешить в правильности security вот здесь у вас ну а когда будете открывать рипер здесь вылезет окошечко типа заблокировано открытие этого экстеншена и нужно нажать открыть в любом случае но open anyway у меня тут на английском да написано вот но те кто на windows на linux это вообще нафиг не надо знать короче обязательно это надо качать и обязательно нужно качать риа парк риа парк это менеджер пакетов менеджер скриптов тем короче всего всех расширений дополнительных для рипера тоже тут очень в удобном формате это сделано то есть буквально просто из самого рипера да заходим в этот browse package вот этот риа парк установлен набираем чем нам надо да то есть и отсюда прямо устанавливаем то есть устанавливать все одной кнопкой гипер удобно охерительная штука то есть ничего самому делать не надо да то сники папки ничего раскидывать то есть просто нажимаешь одну кнопку на устанавливается нажимаешь другую кнопку она удаляется ну блять но вот это всем надо такую штуку имеет вот блин тут рипер риперу конечно есть чему получить другие секвенсоры вот то есть без этих двух вещей абсолютно невозможно использовать рипер поэтому вот это обязательно ставим вместе с ним без исключения вот тема которая я использую эта тема это отдельная тема это отдельная тема потому что дефолтный рипер давайте я сейчас включу на дефолтные настройки до дефолтную тему вот так выглядит дефолтная тема час еще скинул свой скилинг даты чтобы он был дефолтный это вырви глаз то есть это ну это невозможно этим пользоваться то есть ну не знаю если короче можете один такой да то есть но у меня прям чувство вкуса чувство стиля падает нахер причем это еще хорошая 7 версии хорошая тема то есть до этого это было еще больше срань то есть как интерфейс был проблема рипера так он остается да ну и это вкусовщина базара нет но например не вкусовщина это гребаная читаемость текста то есть вот посмотрите на вот этот супер серый текст ну так тогда то есть ну вот как вы и болтане допустим это сделано то есть все ярко все четко глаза болят глаза болят а очень сильно даже дефолтная темы поэтому я долго ковырялся долго скачивал различные смотрел остановился на вот этой теме которая называется парт вот ну или парт короче ну она мне чем понравилось она в принципе самая легкая для глаз то есть причем вот по интерфейсу я ну по превьюшки я даже не ожидал на самом деле что она мне понравится но все остальное дичайшая срань вот на форуме рипера очень много тем типа лоджика и фл-студия кубейса я вообще не в упор не понимаю на кой черт нужно типа делать аля фл-студию или аля там кубейс или лоджик из рипера это нахер не надо ну и посмотрите на вот эту срань ну и у 90 процентов тем абсолютно отсутствует как любое чувство вкуса то есть но я не за может быть я такой может быть у меня там какое-то свое странное чувство вкуса вот либо из какие-то темы например вроде и прикольные вот например как это но супер темные короче но много вещей мне не нравилось но то есть я вот все темы перебрал очень много и на этом рипер стэш смотрел да то есть старый где он там рипер стэш старый сайда и где так и . монета они то то есть где куча вот этих те но давайте вот просто посмотрим что на рипер стэш какая самая популярная тема да так classic темс блин даже если честно сейчас смотреть это это лень да короче они тут все очень старые все очень всратые в основном все пытаются как-то эмулировать типа другие давки зачем вот ну вот это для меня апогей говна вот серьезно я хоть убейте вот вот я смотрю на вот это сране я просто мне глаза вытекают вот миллион этих кнопочек ту баров очень плохо очень плохо наверное ну типа выглядит профессионально но как бы мне вообще в этом абсолютно неприятно смотреть и на это находиться короче я нашел себе такую темку вот этот парт вот она выглядит довольно прикольно по дефолту ну типа у нее есть сейчас я поставлю не у нее зеленый цвет да вот если запустить вот этот скрипт тем adjuster по моему по моему да да вот этот скрипт это типа местный местный редактор темы то тут можно поменять немножко цвета да то есть например вот у меня там поменено в такой типа какой-то фиолетовенький мне такой нравится но по дефолту в принципе можно любой поставить зелененький стоит вот мне это самое больше всего понравилась тема причем у нее как у многих других тем есть косяк очень маленький шрифт то есть слабо читаемый шрифт у меня 2к монитор со скейлингом full hd да то есть ну потому что если я поставлю скейлинг 2к там вообще ничего не увидеть нельзя будет вот такой вот микро шрифт будет вот поэтому я обязательно к этой теме прикручиваю еще в настройках скейлинг интерфейса до 1 и 3 то есть мне не нравится если честно когда все мелкая дату смело нравится чтобы все было читаем все было большое надежно что конечно вот косяк что эти кнопочки не слишком большие но хотя бы этот хотя бы шрифт нормально единственно есть еще один правда косяк это ну допустим если какой он плагин там добавлю да то есть автоматизацию на него бахну например то это будет какой-то опять же не читаемый микротекст ну окей многого не жду то есть скорее всего возможно как-то это можно настраивать я просто не умею то есть дополнительная тему теоретически можно редактировать хотя я например вот в тем tweaker да то есть так и не нашел ну то есть тут есть вот в репере да вот эта штука для редактирования тем я тут так не нашел где именно вот этот текст то есть вообще текста в теме это волтер и нигде этого текста нет короче поэтому ну пока пока живу вот с таким вот микротекстом ну хотя бы на ну это только на автоматизационных энвелопа это то есть ну на нормальных каналах все адекват ну и плюс у этой темы еще если такой косяк это просто в кучу вот так в одну линию закинуты все настройки канала отвратительно выглядит очень плохо то есть если я вот так вот например смещаю не просто пропадают да то есть супер но все равно это лучшая тема из которых мне я их сотни просмотрел реально я просто качал их пачками эти темы все отстой полнейшие это более-менее нормально адекватная ну просто похоже на и вот серьезно вот есть так посмотреть относительно на и ботан похоже для меня для меня привычная текст можно менять не весь текст можно менять но опять же я не буду претендовать на то что я знаю все возможно пока не разобрался именно как поменять конкретно текст можно полить там файлы темы совсем но это уже совсем для меня совсем дичь поэтому его нахер так давайте посмотрим что еще из остальных вещей которые нужно обязательно устанавливать по моему мнению в рипер для того чтобы по-человечески в нем работать все вот это в основном устанавливается из вот этого риа пака то есть в основном любой там дополнительный скрипт или какие-то какое-то расширение установка происходит так то есть просто в риа пак этот заходим browse package набираем там название нужного скрипта да то есть нажимаем правую кнопочку install нажимаем apply и все то есть устанавливается ну иногда в некоторых случаях надо рипер закрыть открыть и все будет работать то есть это вообще отлично ничего не надо ни в какие папки самому кидать то есть ну тут в этом плане он развился хорошо потому что опять же говорю вспоминая старый свой опыт работы в рипере это вот постоянная возня вот в этих папках да то есть ну типа у рипера там есть этот как он как он называется полдов ресурс фолдер вот ресурс фолдера называется ресурс да вот этот ресурс фолдер и тут надо просто постоянно вот в нем чудо там кидать куда-то закидывать дичайше бесило короче ну да ладно то сейчас все в принципе удобно через три а по керачи вот то есть первый скрипт это адаптив grid меню просто шикарнейшая вещь потому что без него например да то есть ну для тех кто работает пишет музыку вы я думаю с сеткой работаете постоянно то есть и одна из раннейших дерьмин гриппера дефолтного это то что у него нет адаптивной нормальной сетки то есть адаптивная сетка это значит что я вот когда зум приближаю я хочу чтобы у меня сетка тоже например увеличивая зум отдаляю сетка уменьшалась то есть как в и болты как во всех секвенциях сейчас современных то есть адекватных современных секвенциях это блять это дефолт если вот этого нет и сразу секвенция должен уходить в помойку я серьезно говорю то есть это но это просто просто невозможность этого не кто-то ну не зная про этот скрипт делать себе toolbar с различными просто вариациями гряда это тупейшая срань вот устанавливаем этот адаптив grid настраиваем вот у него есть настройки да то есть как вейблтон это еще раз говорит просто ну это очевидно что то лучший вариант вообще то есть как сделано вейблтон к стену битвеги вот например нервы с нейрал медиум это все вот как в облике да то есть вот у нас то же самое тут есть это просто копирка с гряда и бутона и все работает все шикарно работает смотрите вот делаю зум и сетка адаптивно подстраивается все очень быстро все комфортно это просто великолепно то есть без этого работать невозможно в рипере если этого этого скрипта нет все просто посидим постоянно переключаемся между кучами видов сеток или выключаем ее нереально работать поэтому это самый главный один самых главных скриптов к тому же сразу просто поставить вот обязательно у него там включите короче в общем чтобы он стартовал вместе с рипером то есть ран сервис от стартап ну можно можно его сюда вынести в тулбар на самом деле можно его убрать на сам отсюда то есть его выключать вообще не надо никогда с ним можно просто забыть про сетку она будет просто нормально работать с тех с того времени как вы установите этот скрипт то есть adaptive grid шикарная штука mx tuner очень интересная штука мне тоже понравился этот скрипт это можно считать такой автопич да то есть во первых мы бы лучше на на показывать на примере какого-то баса допустим да допустим вот браузере я сижу слушаю сэмплики например там какой-нибудь вот допустим такой да там типа басочек он анализирует во первых его пич ну он как-то я не скажу что он прям хорошо анализирует но окей нормально вот и и я могу сразу его например по другую ноту подстроить из этом например считаю что этот бас на ноте ля то есть я хочу чтобы он был на ноте f вот и все он сразу работает я могу под свой трек до подстроить ну типа прослушивание сэмплов причем можно залочить и теперь все прослушиваем и далее сэмплы будут тоже в этой ноте но это офигенно опять же если вы работаете с сэмплами и пишите музыку как современный электронный продюсер да то есть у вас сэмплы сэмплов дофига и вы их ну типа просто прослушиваете в контексте своего трек то есть условно говоря вот так и включаю и сижу прослушиваю сэмплы и они все нужно мне ноте играют шикарнейшая вещь то есть прям нереально я нигде такого просто не видел ни в одной программе то есть новый бут они мега крутой браузер даты если прослушки сэмплов но там этого нет а вот сну с вот этой с этим расширением и то есть это маст хэв я просто охерел когда про это узнал очень крутой скрипт его можно вот так вот ну типа если что я просто как бы задочил тут есть такое понятие долг чтобы не окошечки отдельно открывались а типа внутри прям рипера но окно было в том же окне то в доке как это называется его можно вместе совместить с просто браузером ну медиа-эксплорером дату съем теперь вот на по нажатию горячей клавиши у меня будут открываться сразу вместе с ним то есть просто я разместил его так мог разместить по-другому то есть мог его там куда-нибудь сюда да там отвести этот м x-тюнер короче тоже хорошая штука если вы электронный продюсер если вы пишете музыку используя сэмплов как я например то есть я сэмпл люблю поэтому для меня это прям охренительная штука кстати нужно м x-тюнер включить вручную через стартап чтобы запускался с программой слушай по моему по моему не надо я вообще такого не помню тут даже такой настройки нет то есть я вопросы добавил сюда ну же сохранил проект как шаблон об этом сейчас еще поговорю как там плейты но он теперь он всегда работает то есть вроде как все нормально вот к кондишену балансом place одна из тоже тех вещей которая без которых нереально работать ну лично мне это bounce in place рендер in place то есть ну короче смысл в чем то то есть когда я обрабатываю например какую-нибудь дорожку эффектом например да вот реверб повесил на допустим вот этот кусочек уберем этот лук вот например да у меня реверб висит я хочу это забаусить то есть записать в проект тупо то что я слышу то есть теперь bounce in place нормального его тут нет он работает ну вот встроенного да то есть через какую-то жопу тоже тут есть вот этот apply track of x но это все работает не так как надо ну типа самый близкий результат к тому что мне нужно это вот этот кондишену балансом place просто нажимаем на кнопочку и себе тут его вывел и все записывается вообще все записывается все на из единственный минус но опять же пока не разобрался до конца почему-то не записывает ну какой-то ограниченный хвост то есть он например ревер тут явно оборван да то есть вообще по идее он дальше должен идти вот но все равно это хотя бы почти 99 процентов того что что мне нужно я за это уже спасибо сказал как бы одна кнопочный bounce and place шикарная вещь вот но если у вас есть какие-то варианты лучше чем вот этот кондишену балансом play скиньте мне тоже потому что пока мне кажется что он все таки не идеально работает то есть есть у него какая-то сранена немножко то есть допустим проблемы начинаются когда например он вот несколько у меня видите айтомов типа вот они разделены да то есть вот это разные айтемы я хочу допустим вот их всех за баунсить и ведь он баунсе только 1 получается то есть но явно есть какие-то косяки в работе ну вот этот хвост тоже косячный но окей пока лучше его не нашел то есть и какие-то кастом экшены городить тоже я ничего хорошего не увидел как кто делает то есть там все равно как срань нормального человеческого bounce and place ну толком наверно пока вот единственная проблема в которой пока я не нашел как делать рендер select area to tracks это не то это ну подожди рендер selected area что-то там ты сказал in mute stems да стэм 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 ну вот стэм бам так ну вот все равно видишь почему-то тоже например да вот какой-то кусок обрезного ревера не знаю в общем понастраиваю тут как бы есть еще чё понастраивать если как бы не нужен этот скрипту и и хорошо будет то есть если уже есть встроенный какой-то нормальный bounce and place в общем без bounce and place нереально работать то есть ну для меня по крайней мере global сэмплер global сэмплер мне очень понравился это из тех вещей которая просто нереально круто для самом дизайна для самом дизайна электронной музыки супер шикарная вещь то есть чем смысл он просто постоянно записывает то что у нас играет до в течение там минуты в течение 60 секунд вот я его вынес тут у меня он сверху то есть например если я вот сижу этот би точек ковыряю ну давайте вот уберу какой-нибудь и поставлю шепер бокс допустим плагин ну там чуть детства самом дизайн данном дело шепер бокс хера чем каким пресет и типа вот они играют если вы посмотрите вверх да то есть у меня вот все это пишется то есть если мне например вдруг чет понадобилось из того что ну до этого я слушал просто берем выделяем перетягиваем и пока и фарик у все переносится ну вот эта запись которая я слышал да то есть она переносится я дальше с ней работать это ну для сам дизайна просто великолепная штука ну опять же может быть какой-то степени даже отменяют необходимость балансом place иметь потому что балансом place для этого тоже используется вот очень крутая вещь опять же у нас через реапак единственно правда нужно на на микшере в микшере точнее всегда иметь этот java script global сэмплер ну типа первым да то есть но ничего страшного то все равно работает выглядит довольно прикольно даже можно темочки менять например сделать его фиолетовым каким-нибудь да там или так алё почему ты почему-то больше нажимается или допустим радужным ну короче кайфово в мою тему даже как-то залетает визуально так что не за очень круто global сэмплер это шикарная идея надеюсь что остальные секвенсер тоже вейбл то не то прям просится на самом деле то есть если бы это было охрененная вещь вот такого нигде вроде нет да я я тоже нигде не видел но единственное где такой есть это вот эта давка который мы разбирали который называется блок head но там это отлетная давка вообще там и пользоваться невозможно это вот но адекватный рипер да то есть для самом дизайна нереальный топ короче кайф так чё у нас дальше м к слайсер м к слайсер это та вещь которую я привык в и болтане наверное использовать потому что например электронные продюсеры они используют сэмплы и они делают слайсы сэмплов то есть например мне нужно нарезать этот сэмпл автоматом и ну типа вот так вот допустим на на кусочки да то есть на различные элементы барабанов вы болтане это все всегда делалось очень просто то есть просто типа берем перетягиваем да там любой сэмпл ночицы какой-нибудь какой барабан там возьмем вот classic breaks да там свой нажимаем вот эту фичу так куда делся слайсами трек а душу слабом быть включен да вот слайсами дрэк нажимаем окей все он слайсится в медиашку и дальше там уже редактируем да вот это вещь очень важная для меня по крайней мере в продакшене поэтому я естественно стал искать замену в риппере потому что по дефолту конечно такой таких функций тут нет вот и нашел скрипт скрипт вот например вот у меня мой бит если я хочу его заслайсить запускаю этот скрипт отлично работает то есть очень хорошо анализирует можно меня ну то есть это по сути такой же обыкновенный слайсер как в любых других давка то то есть там как лоджике ты в принципе как вы и болтане тоже вот у него кут настроек так много но по большей части мне нужно просто нажать одну кнопочку просто create миди вот я его открыл тут окей он 90 процентах нормально все слайсит но еще можно подредачить create миди нажимаем или просто миди и все ну типа бахается вполне себе хорошо нарезанный вот вот теперь это моя медиаха да то есть вот миди бит до который дальше уже можно там спокойненько там нарезать расставлять то есть ну все как я привык в и болтане то есть без этого без этих вещей мне лично работать тяжеловато было бы в битвике но допустим биток до собрал сейчас послушаем вот что не хватает это конечно ну либо вот в этом скрипте либо какой-то возможности да то есть это делать он делает это просто накидывая кучу вот этих сэмплеров встроенных да то есть reassemble matic 5000 это встроенный в рипер сэмплер он отвратительный по интерфейс по возможности неплохой по интерфейсу говно просто редкостно но окей хорошо хоть работы и например чем не надо мне допустим хотелось бы покороче сделать каждый сэмплик да то есть допустим поредактировать параметр релиз да то есть у каждого вот слайса закинутый вот в этот сэмплер и я не могу этого сделать то есть ну сразу вот так вот оптом да то есть на все вот эти сколько тут слайсов и даже не знаем то хера тут одну одинаково да то есть как вы и болтани например то есть вы и болтани если у нас слайс ну типа какой-то я хочу поменять параметр допустим поменять волюм ну или там дикий да то есть я просто на него нажимаю там и вот нажимаю там копию вылету siblings и она автоматом копируется на все остальные слайс здесь даже близко такого нет это печально но можно обработкой в принципе доделать тоже неплохая тема то есть короче ну для слайсинга очень хороший скрипт отлично работает вот но опять же устанавливается все через реапак вот называется мк слайсер все бесплатно все бесплатно абсолютно так что а да и не забудьте вот здесь поставить скрипте темпу они по дефолту стоит и этом рейд потому что он типа он сам анализирует bpm айтема и он делает это очень криво то есть он всек он ни разу не установил у нас на юм неправильно bpm грёбаного бита да вот например даже вот этот бит он определяет как даже это этот бит нет гитая там 169 и 5 это 172 да поэтому но он берет слайсит по темпу из проекта до установлена в проекте вот у меня в проекте установлен 172 и он поэтому и слайсика то есть минусы пока не идеально но работает очень даже неплохо вот так чё еще есть вот этот сэмпломатик 5000 менеджер ну короче это тупо drumrack то есть опять же чем не вот очень сильно не хватало одни при перри не в любые другие секенсерах на которых я пытался перейти как-то из-за и болтона это вот стандартный вот этот грёбаный drumrack то есть который я считаю просто гениальная штука которая везде должна быть то есть на самом деле он же везде пытается так или иначе появляться бит регион есть конечно же в студии ван есть какой-то аналог в лоджике есть да то есть ну вот drumrack это must have то есть вообще обязательно поэтому в рипере искал аналог нашел виде скрипта который называется вот этот рипер rs 5000 5k менеджер да то есть вот если я его запущу мы увидим очень похоже на обыкновенный drumrack в принципе интерфейс да вот давайте поищу допустим вот кик возьмем какую-нибудь так что-то не ищешь кик нет что там что-то он долго мне ищет кики давайте вот тут поищем так а вот вот тихо 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 вот прям сюда закидываем все играет все но единственно что выглядит конечно это все в срато сейчас давайте например с нейры найдем патреоне еще попробуем сделать такой ми мини би точек kick snare почему-то не в эту ячейку закинулся да то есть и чё там хай-хэт короче нам нужен то есть почему все-таки например не отдельным плагином drumrack да то есть а вот именно скриптом потому что мне надо чтобы он в папку проекта сэмплей эти тоже закидывал то есть но вообще конечно можно батареи какой взять то есть вместо этого скрипта можно какой-нибудь оттал аудио у них есть да чё такое почему блин закидывает не на тот короче какой-то какой-то баг наверно ну вот в общем у меня езда кик так вот кик еще один хэд да то есть и ну типа прописываем обычную миди партию то есть так как делаем в ибо то не практически да то есть просто берем этом прописан нормально свои свои би точки вот типа все как как было примерно в и болтане но есть минусы конечно то есть во первых это то что это нагромождение каналов ну типа делается сам сама миди партия на вообще на канале миди баз то есть но они вот здесь короче выглядит это все довольно псрата надо привыкать конечно да то есть но функции неплохие то есть например каждый этот слайс до каждый пэт можно там листать сэмплики по следующим в папкам очень очень хорошие возможности по управлению этими сэмплами ну короче учитывая что это бесплатная скрипта в качестве замены драмрека в целом ок то есть я не могу сказать что это пока я идеал и поищу еще какие-то альтернативы то то есть но пока это больше всего близко к нормальному человеческому драмреку который должен быть в риппере по дефолту вообще-то по идее то есть надеюсь когда-нибудь они его сделать каналом уже скрыть да можно ну вот например ну если заморочиться да то есть можно просто их хайд хайдом по скрывать базара нет но все равно допустим смотрите вот это это миди только вот у меня вот играя да вот этот кусочек сейчас и и например я хочу его запризить я не могу потому что это только миди информация вот допустим если фриз нажму здесь да то есть он не запризится это будет пустая штука и как вот того запризить как его перевести в аудио то есть на самом деле то есть звук идет весь из вот этого ну полдера да то есть из группового канала вот этого точнее то кстати минус этой темы то что тут хрен увидишь где у тебя фолдер где не фолдер тоже ну такое себе короче вот но окей опять же если есть у вас какой-то альтернативный вариант как можно drumrack прикрутить адекватный к риперу вот я бы с удовольствием послушал не используя плагины сторонние сторонние плагины это все это все окей это это другое вот но тоже очень порадовал вот этот менеджер до rs5k менеджер круто работает то есть реально круто работает ну все удобно и тупо drumrack еще раз чуваки просто до пытались брать лучше от и ботана но не только от его на других прок и применять это в рипере ну вот почему я говорю что комьюнити крутое то есть ну действительно понимают есть есть продюсеректор понимает что нужно при музыкантом они очередной какой-нибудь миллионный кастом экшен фаном не буду бомбить сегодня так давайте смотреть что еще есть скрипт пара нормал это вообще это отдельная вещь это сразу маст хэв говорю то есть но вот если все вот эти скрипты до которые я здесь упомянул то есть по сути маст хэвны то есть вот прям обязательно устанавливать это адаптив грид это глобал сэмплер м каст лайсер я бы сказал и пара нормал то есть остальные опциональные более-менее ну и макс тюнер я бы тоже сказал что макс хэвны маст хэвны да то есть но вот все остальные опциональные а пара нормал с адаптив грид это вообще наверно первое место делят по ну самым важным скриптам которые обязательно должны быть в репере короче что такое этот скрипт пара нормал пара нормал это более удобный и естественно более функциональный менеджер плагинах ну давайте вот сейчас вот так вот бахнем от мой опять беточек вот менеджер плагинах в репере спорный мягко говоря да то есть когда я нажимаю там на добавить плагинчик у меня вылазит вроде ничем особо не примечательный но окей там текстовый менеджер плагину с неплохой категоризации да с поиском у меня нет к нему вопросов но он такой слишком наверно простецкий вот и плюс чё еще например бэй болта не дату сейчас то использовал то есть как постоянно использую на самом деле это различная параллельная обработка то есть например когда ты брал и вот закидывал в рек да там какой-нибудь создавал там новый чейном тебя получало что у тебя там два канала параллельные туда то есть один обработанный там эффектом а второй например без ничего или обработаны другим эффектом то есть получалась параллельная обработка очень важно для современного ну типа электронного продюсера вещь параллельная обработка Вот, в Reaper раньше это делалось через send-посылы, send-returnы, это все было дикая срань, да вот, они сейчас добавили контейнер, да, то есть, короче, но все равно все это очень неудобно, поэтому чуваки сделали скрипт, вот так вот он выглядит, который называется Paranormal, опять же устанавливается все как обычно через этот Reapack, это, собственно говоря, менеджер плагинов, да, то есть, ну, у него, когда он запущен, у него в фокусе какой-то выделенный трек, ну, можно item сделать, да, то есть, можно трек, вот, и, собственно говоря, мы можем здесь добавлять плагины, у него, во-первых, очень быстрый поиск, то есть, поиск мне даже показалось, показалось лучше работает, чем, ну, встроенного в битвике, да, то есть, например, вот ProQ там бах и добавил, вот, во-вторых, это различные возможности разделения, да, то есть, например, вот я хочу, чтобы у меня, вот этот, ну, вот этот канал, да, он, допустим, разделялся на mid-side, то есть, вот у меня, нажимаю одну кнопку буквально, у меня, вот, пожалуйста, есть цепочка для всего моно, да, вот можно ссорировать его, и цепочка для всего стерео, ну, то есть, стерео тут нету в этом бите, да, то есть, ну, вот, если она была, я бы мог бы тут пообрабатывать отдельно стерео, нереально важная вещь для любого мастеринга, для любого адекватного сведения, вот, и больше того, то есть, тут есть, естественно, какой-то, ну, типа, просто мультибенд, то есть, допустим, можно разделить, да, то есть, на три полосы, низ, верх и середина, то есть, ну, и обрабатывать их отдельно, есть мультибенд с линейной фазой, например, да, вот, liner face, мультибенд, то есть, это вообще шикарно, это вообще никаких артефактов нету, например, при мультибендинге, вот, есть transient splitter, например, то есть, что мне, вот, что я в битвиге использовал, да, то есть, вот, в битвиге в каком-то из апдейтов вышла тема, назывался spectral suit, там очень полезная штука была, которая разделяет, ну, звук на транзиенты, да, вот, допустим, вот, бит, у них есть transient, да, то есть, ну, начальный атак, и sustain, то есть, собственно говоря, все, что после, это очень важная вещь для мастеринга, например, потому что мастеринг, ну, вот, иметь возможность так и разделить, потому что, ну, при мастеринге, например, часто биты проебанные, и надо, например, вытянуть, да, там, transient, и это невозможно сделать, просто transient shaper, нужно обязательно их выделить, вот, это можно сделать, оказывается, бесплатным, абсолютно в риперским, вот этим paranormal fx роутером, да, роутер, охеренная штука, это просто нереальный мастхэв, но я не говорю уже про то, что можно тут городить какие-то абсолютно отбитейшие, ну, типа, сетапы, да, то есть, разделить, например, одно, там, еще дальше, да, то есть, ну, единственное, что, конечно, выглядит это все довольно запутанно, то есть, ну, я не могу сказать, что по интерфейсу мне прям нравится-нравится, как это выглядит, да, то есть, еще я не нашел, как это, этот, именно, ну, сам интерфейс задочить, ну, то есть, как его в док поставить, то есть, он, у него нет никакой, вроде, ни функции дока, ни хрена, короче, нет, наверное, как-то можно, но пока не разобрался, но все равно, очень быстро работает, очень круто, очень все интуитивно, ну, правда, этого не скажешь о том, что он создает на канале, да, то есть, на канале он может создавать дичь, то есть, вот, например, на этом канале он создал вот этот контейнер, в котором еще контейнеры, то есть, ну, без него, то есть, если он, вы его один раз установили, все, без него нельзя разобраться больше, то есть, потому что вот, ну, вот это, вот сейчас я закрою, да, этот Paranormal, вот это то, что в реальности он делает с браузером эффектов, да, то есть, что он расстрелит, в этом разобраться нереально, не просто нереально, поэтому, ну, типа, если уже его один раз используете, этот Paranormal FX, то все, надо его постоянно использовать, вот, но штука очень крутая, опять же, можно на айтемы, например, да, то есть, наваливать свои эффекты какие-то на треки, можно делать чейны, да, то есть, запоминать чейны, ну, не знаю, я думаю, что вообще надо, в принципе, заменить стандартный браузер риперовский, да, то есть, на вот этот Paranormal FX, но столько он как-то вот круто сделан, нигде такого не видел, очень-очень охеренная штука, сэнды, да, сэнды это бред, сэнды должны вообще уйти нахер уже, лет укануть, то есть, параллельная обработка это нормальная вещь, то есть, никаких сэндов нет, как вейблтани, как вейблтани в битвике, то есть, все это не, ну, типа, не изобрели, да, то есть, риперовцы, ну, или так, комьюнити рипера, они просто взяли, ну, и улучшили, очевидно, хорошие по workflow идеи, вот, ну, надеюсь, что до остальных секенсов когда-нибудь это тоже дойдет, вот, так, ну, давайте, вроде как на этом, пока мои скрипты закончились, еще раз, я пытаюсь все-таки держать минимализм, да, то есть, ну, типа, в рипере, потому что в рипере очень легко уйти в установку всяческого говна, то есть, если вы по натуре плюшкин какой-нибудь, да, то есть, даже не думайте заходить на, например, форум рипера, где просто там нереально это количество этих всяких скриптов, тем вы будете просто все устанавливать, все перебирать, лучше не надо, то есть, лучше не надо, поэтому я и начинал это видео с того, что, ну, как бы, я советую риперам пользоваться только тем, кто знает, что ему нужно, то есть, если вы не знаете, что вам надо, это будет просто трэш, то есть, просто будете перебирать все подряд и все подряд устанавливать, вот, какие настройки обязательно тоже нужно сделать, да, то есть, в дефолтном рипере, чтобы адекватно он себя вел, потому что по умолчанию есть полнейшая срань, если честно, в настройках, ну, вот, в самых базовых настройках, да, то есть, во-первых, это параметр пасс, вот этот пути, да, крайне советую создать папку для проектов, ну, именно риперовских проектов, то есть, по умолчанию ее нет и что-то, когда он очень странный, эти проекты куда-то раскидывает, вот, ну, рендер пасс это хрень, в принципе, да, то есть, и обязательно в, сейчас, подожди, где она была-то, подожди, а, это, наверное, в настройках именно проекта самого, project settings, да, нужно указать обязательно при сохранении, куда, ну, то есть, вот, давайте я вот сохраню этот проект сейчас, то есть, вот, я просто возьму его и сохраню, да, то есть, как, как обычно, то есть, save project settings и, например, какую им папочку свою, там, my new, например, да, то есть, назову copy of media, create sub directory для проекта, вот, то есть, как сохранился этот проект сейчас, то есть, если я вот посмотрю, my new, вот в таком нормальном виде, то есть, есть сам файл проекта, есть папка с сэмплами, да, то есть, как это выглядит, если, например, у меня вот этой папки сэмплов не, ну, не подписано, да, вот project settings, допустим, я вот уберу, тут, например, ничего нет, и вот, я точно так же его беру, там, и сохраняю, save project test, my, там, т, 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 теперь, а, блин, забыл, забыл поставить, да, короче, он будет закидывать все тупо в одну папку, то есть, все сэмплы, миллион, все файлы проекта, да, то есть, все это будет херачиться просто в одну папку, не будет ничего раскинуто, так, вот так вот, да, my new, вот так вот, бахнет, короче, уже вот накосячил, то есть, удалил, ладно, давайте, давайте еще раз, потом на видео это отредачу, чтобы лишнее говно не смотреть тем, кто будет это видео потом смотреть, вот, я закинул сэмплы, да, сохраняем проект, еще раз, сейчас, вот это я все удалю, вот эта папочка рекорд, это для меди, да, ёб твою мать, я опять забыл, короче, вот, да, вот как он сохраняет проект, то есть, это с файл проекта, и тупо в этом же, там, где этот же лежит файл проекта, все ваши сэмплы, это дико дерьмово, дико неудобно, эти сэмплы должны лежать в одной папке, обязательно, поэтому в настройках, ну, в своей папке, настройках проекта нужно обязательно прописать ее, если не прописать, они будут лежать так, можете нажать ее сэмплс, назвать, можете назвать ее медиа, можете назвать ее как хотите, короче, то есть, без этого жить нереально, вот, еще одна настройка, это вот этот, собственно говоря, вот этот, Default Recording Path, вот эта настройка, опять же, в вкладке Path, у нас, по умолчанию ее нет, то есть, по умолчанию ее нет, и вот, например, когда вы работ, ну, что-то делаете, да, в Reaper, то есть, допустим, Global Sampler, вы используете, то есть, вот, вы что-то записали, вот эта хрень, которую я закинул, она из кэша вытягивается, да, то есть, например, этот проект мне сейчас не сохранен, блин, и по умолчанию этот кэш создается вообще в какой-то левой папке, то есть, какой-то, у меня это был Documents, Reaper Media, и самый прикол, что, например, вот, все, вы посидели, поработали, закрыли Reaper, забыли, а, и здесь это, конечно, сохраняется, то есть, все это дерьмо, которое вы там, например, даже, ну, признать не знали, что оно вам надо, оно будет у вас валяться на диске просто, да, то есть, поэтому обязательно нужно создать вот эту, ну, либо папку, либо указать эту папку, да, то есть, ну, и знать ее, еще раз, вот, я указал себе вот в папочке мой там Reaper Projects, да, то есть, вот, если сейчас с него зайду, сейчас, так, Projects, Reaper Projects, вот, Recorded папка, вот этот весь кэш, то есть, это вот все говно, которое складируется постоянно, его надо периодически удалять, да, то есть, с автосейвами, с пиками, это, ну, обязательная вещь, а то вы просто будете плодить миллион каких-то файлов, которые от разных проектов будут оставаться, то есть, ну, это супер бред, нигде не нашел настройки отдельно, например, чтобы можно было очищать кэш постоянно, ну, это, это, короче, супер бредятина, вот, поэтому надо вот это тоже ставить, вот, еще из таких странностей, которые мне очень понравились, не нравятся в Reaper, и всегда не нравилось, это то, что он по дефолту всегда создает вот эти свои Reapix, вот, то есть, если вы закидываете любой сэмпл, да, то есть, он у нас будет, ну, рисовать вот этот свой интерфейс, ну, точнее, waveform, да, то есть, волноформу в реал-тайме, он будет создавать вот этот файл Reapix и складывать его рядом с этой вавкой, которая у вас есть, то есть, например, вот я там закинул эту вавку, да, то есть, у меня рядом с ней положится 3 Epix, и получается просто дикая хрень, когда, например, папка с сэмплами, там 10 пап, ну, файлов сэмплов и 10 этих Reapix, ну, в Ableton тоже такое есть, справедливости ради, да, то есть, Ableton создает файлы ASD, тоже эти, ну, пики, но их можно отключить, то есть, их можно полностью в Ableton не отключить, да, чтобы он их не создавал, ну, и все нормально, будет, единственное, что они будут, конечно, подгружаться каждый раз, когда проект будет, ну, типа, заново выстраиваться, но они не будут создаваться. В Reaper их вообще нельзя отключить с созданием, единственное, что можно сделать, это просто заставить их класса в специальную папочку, да, то есть, вот просто хотя бы, чтобы они, ну, типа, не просто валялись, а они, создавалась папка в Pix, и они лежали в ней, то есть, хотя бы так, чтобы их можно было всегда удалить, и, ну, больше, ну, по крайней мере, они не засирали ваши папки с сэмплами, то есть, это просто нереальная хрень, дичайше бесит, почему нельзя их удалить, до сих пор не знаю, все это тоже вот в пиковой форме устанавливается, то есть, поэтому обязательно это делайте, чтобы потом просто не охереть от кучи вот этих пиков лишних. Вот, template, template, вот, Reaper обязательно, наверное, требует настройки дефолтного темплейта, то есть, ну, вот, допустим, я сейчас вот закрою, да, Reaper заново его откроем, давайте чекнем, насколько быстро открывается, то есть, открывается, конечно, мое почтение, просто за миллисекунду, а это я еще, ну, не знаю, это у меня комп-то, в принципе, довольно лажовый, да, то есть, по современной меркам. Вот, template крайне желательно сделать, то есть, желательно расставить все свои, ну, типа, секции интерфейса, вот, например, если вы браузер, там, Media Explorer задочили, да, то есть, что у нас, ну, вот, у вас в каком-то области открывается, например, вот у меня справа открывается, да, то есть, вместе с этим MX-тюнером, я вот так его задочил, или там, микшер задочил снизу, или, допустим, там, вот этот слайсер задочил тоже снизу, если не сохранить проект от template, в следующий раз неизвестно, как он откроется, он может открыться вообще в другом месте, то есть, ну, Reaper не сохраняет почему-то, либо странно это как-то делает, предыдущие, ну, как бы, положения интерфейса, то есть, ну, лучше все это, короче, сохранить, и, ну, и самое главное, он не сохраняет project settings, то есть, если вот, например, project settings, тут написано, safe as default project settings, это нихуя не работает, я вам хочу сказать, то есть, потому что, если здесь прописать папку, да, в которой складывают сэмпл при сохранении проекта, и не сохранить template, и открыть новый проект, эта папка здесь не будет прописана, я не знаю почему, может, у меня какой-то баг, но это просто мега бред, вот, то есть, ну, просто настраивать в дефолтный проект можно вообще ничего тут не быть, вообще ни одного трека, мне нравится лично так, когда все пусто абсолютно, да, там, установлю, установите BPM, ну, и просто набираем файл, save project as template, вот, project template, save project as template, его сохраняем, да, то есть, все под любым именем, и в настройках, то есть, там, тоже при открытии проекта выбираем, какой template использовать, все очень просто, крайне желательно это сделать, один раз какой-то template собрать, ну, я говорю, я советую сделать пустой, ну, это по вашему выбору, у вас может быть, опять же, миллион, там, всяких дорожек, дерьма всякого, то есть, ну, это как кому нравится, то есть, мне, мне, например, так не очень нравится, вот, ну, про project setting я сказал, ну, и, конечно, mouse modifiers, то есть, то, что мы вообще в этом видео никак не рассматривали, это более точная настройка каждой сраной маленькой функции, то есть, например, я просто огромное количество времени убил на, давайте, вот, сейчас я возьму какой-нибудь свой из драмлупов, вот, вот этих, например, драмлупов, на то, чтобы сделать себе удобную работу с аудио, да, то есть, вот, где конкретно какая штука, вот, положение мышки, да, за что отвечает, то есть, например, опять же, я пытался чисто как вейбл-то не сделать, то есть, я хотел, чтобы, например, я мог выделять область, да, вот, допустим, вот так вот, и вырезать эту область через command-e, ну, моя, горячая клавиша, любимая, то есть, ну, типа, мне нравится, или, например, по положению, да, там, курсора отрезать что-то, да, то есть, или копировать с, ну, там, с альтом эти, ну, типа, айтемы, вот, еще мне очень нужно было, конечно, как вейбл-то не иметь возможность, менять вот эту точку начала, то есть, конечно, тут такого нету в Reaper, но есть, ну, возможность листать контент, вот, то есть, все это настраивается вот здесь, вот, в этих mouse modifiers, то есть, вы, скорее всего, именно здесь будете проводить, ну, первую неделю, скажем так, настройки Reaper, очень много всего, то есть, иногда слабо даже понятно, вот, где конкретно, за что, что отвечает, да, то есть, вот, ну, тут есть настройки, что, вот, допустим, media item edge, за что отвечает, тут, ну, перетягивание либо кнопкой мыши, либо нажатие двойным, двойным кликом, короче, вот это полный трэш, то есть, ну, в плане настройки, и, еще раз говорю, обязательно вам нужно знать, что вам надо, то есть, поэтому надо иметь какие-то привычки из других секвенсоров, то есть, чтобы Reaper адекватно пользоваться, ну, это мое личное убеждение, ну, либо привыкнуть к дефолтным, хотя дефолтные возможности Reaper это полный трэш, то есть, там, не знаю, их делали абсолютно люди, которые музыку нихяне не пишут, на самом деле, а просто, ну, типа, они программисты крутые, про продюсера, вот, я ее вообще не уверен, вот, mouse modifiers это, это трэш, то есть, здесь вот, его изучайте как можно больше, я даже, на самом деле, советую именно с него и начать, то есть, до, вот, всяких, там, кастом экшенов, да, вот этого всего дерьма, короче, mouse modifiers, это первая вещь, с которой нужно разобраться, прям, очень хорошо, я не буду в это вдаваться в подробности, то есть, по mouse modifiers много есть видосов, ну, и Google никто не отменял, то есть, если вы Reaper захотите пользоваться, то есть, гуглить придется немало, сразу говорю, вот эта настройка, единственная, конечно, вот, очень важная, смотрите, это просто кек, это, вот, кто додумался, это по дефолту оставить, короче, как работает дефолтный Reaper, если закидываете любой сэмпл, он, так, apply, надо нажать, он, блядь, растягивается до бесконечности, а где, где гребаный конец, да, вот, я помню, что у меня бомбило, просто нереально, когда я пытался, ну, типа, найти, вот, ну, конец этого сэмпла, зачем это, вот, зачем это сделано, слава богу, это можно отключить, вот, в меди-айтом edge, выбрав, и здесь, вот, выбрав вот эту вот настройку, то есть, если это выбрать, то все, он теперь дальше своего конца не тянется, как он и должен делать в нормальных человеческих условиях, то есть, и вот, ну, вот таких вот вещей, микро, микро всяких абсолютно всоротейших, ну, с точки зрения удобства работы вещей в Reaper полно, вот, поэтому, если вы этого, ну, как бы, не знаете, что вам надо, да, то есть, вы будете страдать, это гарантированно, то есть, Reaper, это, настройка Reaper, это прострадания лютейшие просто, ну, это надо понимать просто, вот, про Custom Action и про, точнее, горячие клавиши, блядь, пока я этого не понял, а понял я относительно недавно, я думал, что я никогда в жизни на Reaper не перейду, в чем проблема, короче, если, например, вот у вас там какая-то горячая клавиша, ну, что-то забито, допустим, вот у меня X на открытие микшера, да, вот, то есть, я нажимаю X, у меня открывается микшер, ну, или там, не знаю, там, P, у меня открывается Piano Roll, да, допустим, то есть, ну, какая-то горячая клавиша, чуть-чуть не открывается, сломался, наверное, ну, X, короче, если у вас открыт, например, любой плагин, то есть, какой-нибудь Equalizer, да, там, допустим, вот, ProQ, например, да, то есть, что угодно, то есть, какой-то любой плагин, X работать не будет по дефолту, блядь, это вообще мега трэш, то есть, я, ну, я помню, так страдал, потому что открываешь плагин, что-то делаешь, такой думаешь, он, ну, окей, сейчас, там, перейду, да, на другую область, то есть, как в любых человеческих секренциях, не работает, вот, чтобы работало, оказывается, нужно обязательно, вот, когда вы, допустим, создаете, ну, или меняете горячую клавишу, поставить, чтобы она была Global Scope, не Normal, а Global, вот, ну, можно с Text Field, да, то есть, ну, в принципе, лучше Global просто поставить, то есть, ну, там, чтобы на текстовые поля, не задействовали, это маленькая, малюсенькая просто вещь, мне столько мозгов выебало, блин, я просто других слов вообще не нахожу, да, то есть, вот, она решается, как вот, как и всё в Reaper, это его, наверное, фишка главная, то есть, ты просто, ну, у тебя мозги максимально выебаны, потом ты находишь, что это, ну, абсолютно какая-то маленькая просто настройка позволяла тебе нормально работать, вот, Global включаем, вот, и плюс я ещё советую, если у вас, например, не только английская раскладка, то есть, любая, там, русская, украинская, неважно, поставить ещё под свою раскладку, например, то есть, вот, у меня X, ну, на английской раскладке, да, и я ещё, например, на свою русскую раскладку тоже беру, и вот, допустим, свою, там, вот, что у меня, там, на X, да, тоже Global ставлю, то есть, вот, у меня получается, это горячие клавиши, да, то есть, вот, на X и на Ч, потому что, ну, я не всегда слежу, какая у меня раскладка, и, например, если стоит не английская, то у меня просто не будет работать эта горячая клавиша, это дико бесит, поэтому, ну, типа, это решается, вот, вот эти вещи, ну, мелочь, мел, ну, мелочь абсолютно, да, то есть, но очень-очень плохо, если это не сделать, то есть, прям, страдания дичайшие, короче, будут, вот, так что, ну, в целом, я ещё раз говорю, я не знаю до конца, останусь я в Рипере, не останусь, то есть, мне было интересно посмотреть, в каком состоянии находится сейчас вообще, ну, Рипер, то есть, могу сказать, что по сравнению, там, с тем временем, когда я на нём пытался работать, ну, ещё раз говорю, два трека написал полноценных, так что опыт, как бы, был, он ушёл довольно далеко, то есть, много чего добавили крутого, много всё-таки переработали в лучшую сторону, настроить, действительно, можно, ну, комфортно под себя, то есть, практически всё. А, чего не хватает, да, не хватает чего, вообще, абсолютно, не нашёл никакого решения этой проблемы, например, в Вейблтоне, да, вот, как в Вейблтоне, и в любых других секенсиях нормальных тоже. Допустим, мне, вот, у меня есть луп, да, какой-то, я хочу, вот, его просто растянуть, вот, на весь, ну, там, как бы, сделать виртуальные лупы, да, как это называется, то есть, например, просто на всю аранжировку, вот, растянуть один и тот же луп. Это возможно сделать в репере, но я хочу, допустим, чтобы у меня разные кусочки, да, вот так вот, типа, возюкать, ну, чтобы у меня выбирались разные куски из этого лупа, а это невозможно сделать в репере, то есть, получается, что, ну, вот, да, я могу сделать из него луп, то есть, чтобы он зацикливался, причем это, блядь, работает еще через раз, то есть, он то работает, то не работает, возможно, я горящие клавиши себе там поставил, короче, где там это было, loop item source, да, вот, например, вот, лупируется, то есть, это вот все как, типа, вейблтоне, да, но я, во-первых, не могу, я могу контент пролистывать, но я не могу, например, поменять длительность этого лупа, то есть, вот он сколько стоит, да, вот там два такта, все, то есть, он забит, то есть, я не могу, например, вот так вот сделать, то есть, если бы вот эта еще фишка была, то есть, было бы, было бы круто, можно такое сделать? Как? Если, если можно, я, блядь, искал, я не нашел ни хера, то есть, ну, если скажешь, будет хорошо, то есть, или, допустим, вот я хочу вот зациклить, вот только, например, вот этот, вот этот кусочек, да, то есть, вот это, как я, как мне его зациклить, вот давай, смотри, я вот вырезаю, да, вот себе там своим Razer Editor, кстати, охеренная штука, вообще, ну, многим надо на вооружение взять, вот, вот как я его зациклют, то есть, то, по идее, можно, где там это было, как это называлось-то, там, loop, что-то, loop item, loop item section, что-то такое, блядь, вот в этих экшенах еще, конечно, попробую разберись, вот, loop section, так, вот, работает, да, все, работает, но смотри, ну, то есть, лупируется, действительно, вот эта область только, но я теперь не могу пролистать, я листаю только ее же, то есть, ну, например, не могу пролистать вот в рамках остального лупа, вот как в Able, мне это надо, то есть, у меня луп вот большой, ну, как вот было здесь, то есть, у меня вот этот, например, кусок, да, то есть, это был, ну, комплексный бит, ну, там, на один, там, на восемь такт, например, да, и если я делаю вот этот loop section, то у меня остается только она, и все, больше я ничего не могу с ним делать, а потом двигай, копипастик, прокопируй, нет, не то, то есть, я говорю, что, ну, вот, именно как вот в Able, или как в Bitwig, вот, просто, просто так не получится, это единственное, чему я вообще никакого решения не нашел адекватного, то есть, ну, это небольшая беда, конечно, то есть, жить можно, да, то есть, тут, как бы, ну, не loop-based секвенсор, то есть, очевидно, что вряд ли он был прям, ну, как бы, такой же, как Able, там, наверное, глупо с него требовать, ну, вот, но хотелось, вот, если бы это было, то я бы сказал, что вообще, вообще ничего не мешает, просто к, ну, там, Saybot у нас лезть, да, например, вот, ну, и, конечно, встроенные плагины, то есть, тут, а, перед, перед встроенными плагинами сначала еще то, что обязательно нужно скачать, обязательно, я вот тут себе в текстовичок не записал, это Tukan Plugins. Короче, пацаны, это просто какая-то мега-мега-бомба, я вообще, ХЗ, я такого не видел никогда, чуваки, некие, фирма Tukan, некоторая, взяли и выпустили огроменный пак дичайших крутых плагинов бесплатно, то есть, например, ну, там, не знаю, давайте любой какой-нибудь возьмем, там, эквалайзер, да, допустим, это чисто JS плагины, ну, JS это местный риперский формат, да, не знаешь, он JavaScript, наверное, обозначает, блядь, у них очень крутые плагины, я даже не знал, что такое-то есть, да, то есть, причем это, ну, не просто какие-то рандомные, там, хрени, это вот, ну, прям нормальные эмуляции, допустим, железок, то есть, того же 1176, да, компрессора, лексикон этих ревербераторов, да, то есть, или там, VCA, да, то есть, что у нас, dbx, да, короче, это просто вышка, блядь, это бесплатно, бесплатные плагины, и их много, и они крутые, и по звуку крутые, и по интерфейсу крутые, ну, я такого не видел, то есть, вообще, можно реально сейчас сказать, ну, просто, что царь бесплатного, бесплатных дамок, это вот риппер, ну, если считать его бесплатным, да, все-таки покупать не заставляет, с комплектом тукан плагинов, ну, все, это просто, это контрит любые, там, уады ваши, не уады, ну, то есть, это круто, бесплатно, ехрененно звучит, и, ну, короче, крайне советую, вот, тукан плагин, это какая-то нереальная годнота, ну, типа, не знаю, я прям, прям проникся, есть плагины еще лучше бесплатно, не знаю, вот, с другой стороны, именно рипперовские плагины, да, вот, они, ну, это, 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 это плохо, вот, вот, реакомп, ну, единственное про него, что можно сказать, хорошего, что он работает, да, то есть, работает адекватно, или там, реакью, вот, где он там, реакью, работает, да, базара нет, то есть, даже можно, наверное, его как-то, ну, там, типа, использовать, но интерфейс, как был говном, то есть, так никто из на этом и не заморачивался, то есть, ну, типа, хорошо, что есть другие альтернативы, да, то есть, ну, типа, бесплатные плагины, я бы, если честно, так, ну, они по возможности шикарные, не тут я, конечно, ничего не говорю, но по интерфейсу, ну, просто невозможно пользоваться, вот, хотя есть, вот, куча GS плагинов, это, ну, вот, это сильная сторона, конечно, рипера, вот, но от кокоса, там, в основном, бред, ну, и самый, конечно, огромный минус, это отвратительный сэмплер, то есть, вот этот сэмплер, реасэмпломатик, ну, блять, переработайте его, пожалуйста, если что-то я хочу на новый год, это переработанный реасэмпломатик, потому что, ну, просто невозможно, им пользоваться, отвратный кал, но, из-за неимения другого, в принципе, что-то работу выполняет, как сэмплер, в принципе, работает, но очень плохо, и вообще отсутствие синтов, то есть синт, реасинт, это, это вот срань, ну, как бы, нету синтов, синтезаторов нет, нету ни одного, тукан как поставить, а слушать тоже через этот, через реапак, все, что, ну, типа, вообще устанавливается, все через реапак, единственное, иногда приходится, то есть, у реапака, ну, это как менеджер пакетов, да, то есть, иногда приходится добавлять сюда пакеты, то есть, поэтому, все-таки, гугл в помощь, то есть, набираем тукан джейс плагинс, например, находим эту, ну, какую-то ветку, да, соответствующий, скорее всего, на форуме, и иногда там пишется, вот, допустим, да, то есть, что нужно добавить репозиторий, то есть, это то, что я не говорил про реапак, то есть, ну, ну, как бы, приходится на это делать, то есть, некоторых вещей нету в реапаке по дефолту, то есть, нужно делать такую штуку, то есть, брать вот эту ссылку репозиторий, идти в экстеншен реапак и нажимать импорт репозиторий, сюда добавлять эту ссылку, окей, и теперь у вас, ну, вот этот репозиторий с этими плагинами добавится. Да, почему-то не все синхронизировано, но, опять же, хочешь рипер, умей гуглить и читать, что пишут, то есть, ну, как бы, читать много, скорее всего, придется, вот, ну, и напоследок, то есть, что бы я еще посоветовал, да, то есть, тем, кто хочет на репер все-таки переехать, вовремя остановиться, пацаны, вовремя остановитесь, то есть, самое плохое, что может случиться, ну, когда вы работаете в репере, это бесконечная его настройка, то есть, я, ну, считаю, что это просто, просто самая большая, большой минус должен быть какой-то, не знаю, там, специальная версия рипера, которая тебе на неделю дает возможность его понастраивать, а потом закрывает любые эдиты его и все, и следующее окно возможности настройки открывается только через месяц или, там, через полгода, потому что, ну, блядь, те, кто работает в репере, 90% не работают в нем, не пишут музыку, а его настраивают, не надо его постоянно настраивать, не надо пользоваться всеми его возможностями, их миллион, их очень много, тут возможностей, как во всех давок существующих, вместе взятых, и, наверное, еще в 10 раз умноженных, но для того, чтобы музыку писать, нужно буквально 10 функций, там, 10-20 каких-то, все, определите, чем вы пишете музыку, определите основные свои, ну, как бы, моменты, да, то есть, как плагины, там, не плагины, функции, забейте их быстро доступ, все, пользуйтесь только ими, не надо, ну, постоянно настраивать, то есть, когда мне говорят, я 4 года настраивал рипера, я говорю, блядь, ты что, больной, что ли, зачем ты 4 года настраивал рипер, ну, понастраивал его на неделю, на месяц, ну, все, остановись, пиши гребаную музыку, не надо, вот, то есть, это, это ловушка, огромная ловушка, вот почему я, например, сам, ну, еще раз вначале говорил, ушел с рипера все-таки обратно на Ableton, потому что я понял, что я должен музыку писать, а не настраивать программу, мне это не надо, то есть, мне надо просто, чтобы писалось, писались треки, потому что я продюсер, да, то есть, я не настройщик рипера, вот, так что да, вот это имейте в виду, ну, а так, рипер, конечно, я царь, то есть, безусловно, то есть, ни один, ни одна программа, это не дает таких возможностей, ни одна программа бесплатно не дает просто столько годноты, реально бесплатно, то есть, ну, вот, я не купил ее, я, конечно, не кичусь этим, учитывая, что у меня остальные кучи давок куплены, куплю, вот, ну, лицензия рипера, да, то есть, она стоит копейки, то есть, риперовская лицензия стоит 70 баксов, по-моему, аж 60 даже, вот, ну, есть commercial license, но кто проверит, кто проверит, вы, там, ну, зарабатываете рипером или не зарабатываете, даже commercial license, они ничем не отличаются, только, типа, license agreement, да, то есть, ну, по идее, если у вас совесть, короче, позволяет, и вы зарабатываете деньги рипером, надо покупать, типа, вот, это, вообще, конечно, все, наверное, покупать за 60 баксов, это копейки, то есть, или вообще его можно не покупать, то есть, у меня, вот, ну, еще раз спалюсь, если он выдаст это окошко, сейчас, выдаст, не, не выдаст, он даже не каждый раз выдает окошко, что купи меня, чувак, блядь, ну, как это, это просто херенная пирога, которая бесплатно тебе дает все, что надо, да, единственное, что тебе требуется, это просто настроить ее под себя, ну, да, это, это, правда, сложно, вот, так что, такой вот получился у меня обзорчик настройки рипера, надеюсь, вам что-то из этого показалось полезным, интересным, еще раз, это не было видео про доскональную настройку, да, его, то есть, я, кстати, могу посоветовать вам несколько каналов, точнее, один даже канал, который меня нехило так выручил, когда я изучал, да, то есть, как настраивать рипер, это рипертипс, вот, ну, ладно, давайте два канала посоветую, вот, рипертипс, вот этот чел, ну, хорошо умеет нас, ну, настраивать и, ну, и как-то с моим таким workflow у него более-менее, да, то есть, соответствие, то есть, опять же, минимализм, опять же, маленькое количество, но все равно, как бы, не совсем то пальто, но вот он мне помог, да, то есть, я много чего отсюда, вот, вынес, вот, ну, и, конечно, рипермания, то есть, рипермания, это самый, наверное, главный канал, да, то есть, вообще, по риперу, то есть, если вы английским владеете, ну, или, в крайнем случае, врубайте субтитры просто, да, то есть, на свой язык, перевод, очень много годноты, очень много базовых вещей по настройке рипера, то есть, скорее всего, если у вас какой-то вопрос есть по настройке, он, скорее всего, его разобрал, давным-давно, потому что канал 100 лет существует, то есть, ну, вот, их, его крайне советую, ну, да, 9 лет назад, подожди, это что, то в протусе был, вот, ну, и, конечно, сам форум риперовский, то есть, форум, там большинство ответов на вопросы есть, в принципе, есть и русскоговорящие, русскоязычные, вот, есть форум, но на английском основном все, то есть, все-таки, ну, как бы, интернациональный язык английский, поэтому, ну, как бы, придется вам с переводчиком, да, там, если что, сидеть и изучать, короче, да, то есть, на английском языке, вот, ну, что, такой вот обзорчик получился, еще раз, если вам понравилось это видео, например, или любое другое, не забудьте, во-первых, быть подписанным на канал Emphasis, обязательно поставить лайк этому видео, либо любому другому, видео выходит регулярно, если у вас есть какая-то тема, которую вы хотите, чтобы я затронул, разобрал, обязательно пишите в комментарии, я все рассматриваю, ко всему прислушиваюсь, ну, счет, конечно, не сразу идет в работу, счет сразу, некоторые вещи, так что пишите, ну, обратная связь, пока каналчик маленький, можно себе это позволить, то есть, я стараюсь всем отвечать, ну, каждое мнение учитывать, ну, конечно, без отстойного хейта, да, то есть, не надо хейтерить, музыкант работает как может, как говорится, вот, ну, и, конечно, на нашу тележку подписывайтесь, Emphasis, общедоступный канал, там все анонсы, там статейки эксклюзивные, там всякая годнота, ну, если вы хотите стать частью комьюнити Emphasis, скидывать свои демки, проводить созвоны, это все есть, вот, у нас в Emphasis Hub, там мы, говорю, автопим, вот, выбираем кости мониторы, созвоны проводим в зуме, маркетинг, демки слушаем, ну, короче, это сердце нашего комьюнити, так что, если хотите, заходите, ссылочка в описании есть, вот. Ну, что, такие дела, спасибо, что посидели, увидимся на неделе, респект, пишите музыку, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok